МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из первых уст на неделе глава Дагестана ответил на вопросы ведущих телеканалов республики о коронавирусе и не только. Здравствуйте! Это Итоги недели на канале ННТ и я, Мурат Ахмедович. 10 апреля Минздрав Дагестана сообщил о первых зафиксированных фактах гибели от новой коронавирусной инфекции в республике. В республиканском центре инфекционных болезней скончались три пациента с подозрением на коронавирус. Ночью 10 апреля умерла 81-летняя женщина, а утром этого же дня еще две пациентки, 62 и 56 лет, ранее госпитализированные в больницу в тяжелом состоянии. Все они находились в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. У двух женщин развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. У третьей, 56-летней пациентки, диагностирована тяжелая форма пневмонии. Ослабленные хроническими заболеваниями, организмы пациенток не справились с осложнениями, вызванными вирусом. Предварительный тест на коронавирус у всех трех женщин показал положительный результат. Для получения окончательного диагноза материалы направлены в референс-центр в Москве. Напомним, что в Дагестане введен режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в республике. Жителям республики рекомендовано не покидать без необходимости дома, максимально ограничить социальные контакты. Особенно важно соблюдение этого режима для граждан старшего возраста, организму которых сложнее всего противостоять вирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора Дагестана, на 11 апреля в регионе зафиксировано 84 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 9 из заболевших уже выздоровели. Обследовано почти 5000 человек и более 2000 лиц в настоящее время находятся на режиме домашней изоляции. 8 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в формате видеоконференции с губернаторами и членами правительства. Заболевание распространилось к тому времени на 81 регион страны, а общее число инфицированных на тот момент превысило 8000 человек, более 60 из которых погибли. Это уже третье обращение президента к нации в связи с пандемией. Ранее Владимир Путин объявил нерабочие последнюю неделю марта, а затем и весь апрель. Деятельность при этом продолжили компании, которые относятся к социально значимым. Глава государства поблагодарил медиков и выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса. Он наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели более 10 миллиардов рублей выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Кроме того, считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. В пятницу глава Дагестана Владимир Васильев в режиме видеоконференции ответил на вопросы журналистов, ведущих федеральных и республиканских телеканалов на фоне распространения коронавирусной инфекции в республике. Наших коллег интересовал широкий круг вопросов – от поддержки малого и среднего бизнеса до наказания за нарушение режима самоизоляции. Ответил глава Дагестана и на вопросы нашего телеканала, коснувшись проблем недооценки населением вирусной угрозы, бесперебойного обеспечения людей коммунальными услугами и возможного роста безработицы. Подробности далее. Да, рад приветствовать. Мурат, привет. Привет. Да. У меня вопрос, собственно говоря, из нашей информационной сферы. Наша телекомпания перешла на дистанционное обещание. Мы вот новости уже записываем в дистанционном режиме две недели. Но судя по комментариям под нашими новостями, все-таки присутствует недооценка этой угрозы. В первые дни индекс самоизоляции был очень хороший в Махачкале и по городам Дагестана. Но сейчас видно, ощутимо, что люди чуть-чуть расслабились, стали выходить на улицу. На фоне тех жестких мер, которые в соседних регионах предприняты, в Дагестане все достаточно спокойно и мягко. Вот чтобы эту угрозу люди не недооценивали, какие меры информационного воздействия возможны еще, как людям все-таки, до людей донести все опасно. Спасибо вам большое. Очень хороший вопрос, важный вопрос. И я бы сказал, что то, что я говорил сейчас, что мы идем навстречу целым отраслям, не только крупным объектам. Мы поддерживаем тех, кто может соблюдать правила и тем самым как бы их поощряем. Понимаете, да, подход? Это заработная плата, это доходы нашего бюджета, это доходы всех наших дагестанцев. Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать тех, кто соблюдает правила. Хорошая, мне кажется, стимуляция. Ты соблюдаешь требования, тебе остаются условия. Поле удобные для трудовой деятельности в частности. Теперь по части тех ограничений, которые есть. Вот я тоже, готовясь к вам, еще раз актуализировал информацию. 154 протокола составили с 1 апреля сотрудники органов внутренних дел. Еще недавно эти меры были такие больше предупредительные. Но вы знаете, что как раз тоже с 1 апреля Дума приняла законодательные изменения, которые я не хочу сейчас называть. Все люди подготовлены. Если нужно, это можно все воспроизвести еще раз. И, наверное, правильно доводить до наших жителей. Но это очень строгие меры. Там и для юридических лиц до миллиона штраф. И для физических лиц тоже очень крупный штраф. И плюс, если наступают тяжкие последствия, то и уголовная ответственность. Ну, конечно, бы не хотелось, чтобы до этого доходили. Мы постоянно работаем на штабе. И я вот сегодня уже несколько раз разговаривал с Министерством внутренних дел, с несколькими нашими руководителями районов. И мы эту работу будем последовательно наращивать. Мы будем спрашивать тех, кто нарушает, и будем стимулировать всячески тех, кто соблюдает. Как у нас это будет получаться, вы будете видеть. Вот я вам в частности сейчас сказал о том, что мы еще около ста предприятий сейчас запускаем. Запускаем работу. А это что значит? Люди получают заработную плату, создают потребительскую стоимость, полезную для Дагестана. Это выход из той ситуации, в которой мы, я надеюсь, скоро окажемся, когда закончим самоизоляцию. Причем мы это делаем в таких условиях, чтобы не навредить главной задаче локализовать угрозу распространения инфекции. Мы там ряд требований записали, таких, например, что нельзя брать на работу даже профессионалов старше 65 лет. Это жестко. Просто нельзя. Давайте их побережем. Пока можем обойтись, побережем. Теперь те, у кого есть хронические заболевания. Ну, понимаете, тот перечень, который Роспотребнадзор обязательно устанавливает и проверяет за тем. Прошу, какие еще вопросы? Владимир Абдуллиев, Мурад Ахмедов, ННТ. Сейчас очень многих людей волнует такой животрепещущий вопрос в режиме самоизоляции, когда столько ограничений введено. Встает вопрос о бесперебойном обеспечении коммунальными услугами. Какие-то дополнительные меры контроля в этой сфере реализуются, чтобы люди, когда и так они заперты, они не остались без света, без воды, без газа. Тем более, что ветер, у нас же малейшее какое-то отклонение, и тут же чревота. Очень актуальный вопрос. Спасибо за него. Значит, что по этому поводу хочу сказать. Тема действительно очень болезненная. Особенно представить себе, когда люди находятся дома, вместе все, в условиях изоляции, и когда, в общем-то, элементарные потребности, как электричество, вода, не обеспечиваются. Значит, что могу в этом плане доложить? Значит, у нас на сегодняшний день составлен план, и мы о нем когда-то еще говорили, и я признателен за то, что и ваши издания этому уделяли внимание. Было проведено, помните, учение, когда были привлечены из России специалисты, в частности, электроэнергетики, сидевики, которые помогли нам. Составлен план по приведению системы сетей электрооборудования в Республике Дагестан. Он еще не в полной мере профинансирован на федеральном уровне, но этот поиск шел, пока не был достигнут. Но на сегодняшний день, вот сейчас у нас с этого месяца, должны были проводить работы в объеме около миллиарда рублей, в том числе в Махачкале и в ряде других муниципалитетов. Всего 25. Это делает федеральная сетевая компания. В продолжении той работы. Мы сейчас вынуждены были отказаться. Вот на эти дни, когда проходит вот эта вот непростая работа по самоизоляции, по локализации угрозы заражения людей. Понимая, что и дети должны в школу ходить, и все остальные должны иметь возможность пользоваться элементарными вещами, без которых трудно жить сегодня не только в городе, но и в селе. Но мы договорились с руководством нашего окружного управления, что как только решение будет достигнуто, мы начнем быстро восполнять вот эту работу. Она тоже позволит улучшить состояние сетевого и электрохозяйства. Но при этом хочу сказать, что наше сетевое хозяйство, оно очень такое изношенное. 70% где-то износ сегодня у нас по электросетям. Поэтому, особенно в горных районах, здесь нам предстоит еще большая и планомерная работа. Мы смотрим сейчас по количеству отказов. Вот только что разговаривал с мэром Махачкалы. Жители лучше, конечно, это чувствуют. Мы смотрим, да. Они есть, они есть. Но если посмотреть за период предыдущий, они снижаются. То есть те меры, которые проводились. И, конечно, было бы хорошо, если бы сейчас, а, кстати, были запланированы эти меры, вот здесь сейчас в апреле и в Махачкале. Но вот пока придется исходить из того, что мы имеем. И здесь я бы хотел попросить сейчас и опять поблагодарить людей. В этом году прошедшем у нас платежи за электроэнергию увеличились на 13% в сравнении с предыдущим годом. А это почти 7 миллиардов дополнительных средств. Я о чем говорю еще? И обращаюсь к вам, глубоко уважаемые махачкалинцы. И не только. Дагестанцы. Все. Смотрите, так устроена экономика. Я вам рассказывал, откуда взялись деньги в бюджете. Почему они растут каждый год? Потому что мы, первое, не даем больше воровать. По-крупному. Первое. Второе. Мы направляем средства под контролем. Мы выбираем наиболее эффективные модели их расходования, которые не ведут к потерям, а ведут к экономии. И в результате, в результате есть подвижки. Но самая главная подвижка, ну, допустим, 107 машин скорой помощи мы недавно купили за свои деньги. Сейчас нам обещает федеральный бюджет еще помочь. Очень хорошо. Мы не будем отказываться. Но 107. Мы сейчас на каждой из них написали спасибо тем, кто платил налоги. Мы провели водопроводы на 2 миллиарда. Я вам говорил, провели миллиарацию. Мы много чего делаем. И это все благодаря вам, тем, кто платит налоги. Мы будем последовательно решать эти задачи. И еще раз подчеркиваю, мы специально ориентируем 70% бюджета, выросшего, на социальные нужды. И мы остаемся социальной республикой. Но еще раз не могу не сказать. Как говорится, наше будущее в ваших руках. Пожалуйста, еще какие вопросы. Буду рад, если отвечу на них. Владимир Абдулевич, ну, даст Бог, этот кризис пройдет, но экономика уже пострадала. И неизвестно, какие дальше будут итоги. В связи с чем прогнозируется все-таки рост безработицы, тем более в таком трудоизбыточном регионе, как Дагестан. Планируется ли наращивание финансовых каких-то мощностей в плане выплат по безработице? И есть ли такие ресурсы у Минтруда, у республики? Спасибо вам большое. Я по этой теме как бы уже ответил про Минтруд, но я отвечу по существу вашего вопроса. Мы сейчас создали такую рабочую структуру, которой занимается постоянно председатель правительства, он это делает добросовестно. Он хорошо понимает, что такое экономика, работал в Татарстане министром экономического развития. Поэтому мы с Артемом Сеевичем постоянно взаимодействуем, но работу в основном на нее возложили. У нас сейчас такая ситуация, вот допустим мы надеемся, сейчас и я слежу, и он за каждым буквально объектом. У нас сменилось руководство, если вы заметили, омолодилось в этой части. И наша структура, которая занимается инвестициями, и Минэкономразвитие, Минпром, у нас молодые, энергичные пришли руководители. Я вижу их роль и я надеюсь, что вы тоже смотрите за ними. Помогайте там, где нужно, в том числе и критично, если это необходимо. За это спасибо. Так вот, мы сейчас договорились, что у нас, допустим, 12 бизнесов на территории опережающего развития. Вы должны знать, если что, можем дать данные. И мы договорились, что будет приблизительно вот та же, как и здесь. Мы будем смотреть понедельно, подекадно, что происходит. Сколько рабочих мест, когда будет запущено. Вот сейчас я говорил о Изумруд Мужаидовне, который ведет эту работу. Я ее очень признателен, она активный человек. Она сейчас вместе с... у нас есть такой бизнес, Керамогранит, который назывался по-разному. Потом он был в стадии банкротства, его удалось вывезти, сейчас появился новый собственник. И они запланировали уже до мая запустить около 200 рабочих мест, запустить работу. А пока на своей территории предоставили возможность собирать вот эти самые заказы общественным организациям. Нам, мы сейчас соединяем это, у нас такое частное государственное партнерство. И на вот этом вот, на этой площадке, безвозмездно представляемой, понимаете, свободной, мы сейчас будем смотреть, будем работать с бизнесами, в том числе и с ресторанами. У них появились свободные залы, мы можем там собирать эти заказы, понимаете? Но при этом у нас появляются рабочие места. Но я сейчас отклонился от темы. Мы сейчас ставим задачу так, чтобы бизнес, который намерен создать рабочие места, ну буквально опекать. Понимаете? Вот просто опекать. Я сам сейчас взял для себя как бы вот несколько таких пилотных проектов, и я знаю, что там происходит. Я знаю, вот как сейчас идут дела, что нужно сделать. Я понимаю, что вот сейчас нужно подумать, где они закажут поддоны под готовую продукцию. То ли это опять будет ГУИН, тоже неплохой вариант. Понимаете, о чем я говорю, да? Теперь у нас немало, и я хочу поблагодарить людей за инициативу предприятий, и тех, кто даже в индивидуальном плане перешли на пошив масок. Кто-то сейчас осваивает халат. Спасибо им огромное. Мы за все это готовы платить. Мы сейчас будем всячески поддерживать рабочие места. Я бы ответил на ваш вопрос так. Я сейчас больше занимаюсь не тем, сколько безработных выдавать пособия, а сколько рабочих мест создать. И если вы обратили внимание, сейчас уже, вот сейчас, процесс идет, а мы их создаем. Я про это, я всячески поддерживаю тех, кто идет на это. И я бы себе позволил сказать следующее. Президент дал мне право принимать решение. Я даю такое же право своим подчиненным, руководителям. Когда я вижу и просчитываю, но я беру на контроль. Чтобы вот, если даем право, вот здесь запустить бизнес, то он должен соответствовать, чтобы там не было ситуации, не дай бог, как говорится, еще и по коронавирусу, но чтобы он работал и работал эффективно на пользу Дагестана в этой ситуации. И чтобы вместе с этим бизнесом мы выходили из этой, с такими бизнесами мы выходили из этой тяжелой ситуации. И тогда нам будет меньше нужно пособий по безработице. Я еще раз возвращаю ваше внимание. Мы миллиард шестьсот заранее просто забрали из бюджета и отдали. Отдали кому? Малому и среднему бизнесу. С тем, чтобы они сейчас просчитали все и готовились работать. А где можно и начинали работать. Мы будем смотреть внимательно. И к моменту, когда появятся возможности, они создадут рабочие места. Они опять вернутся. Или освоят что-то другое. Вот в этом сегодня наша главная задача. Ну а по части помощи мы создали резерв. Есть резерв на федеральном уровне. У нас неплохой резерв. И мы его будем использовать. Есть и приплевод. Пока мы его еще не распечатали. Держим. Держим как можем. И поддерживаем в первую очередь тех, кто будет республику кормить, одевать, обувать, развивать. Вот такая вот позиция, чтобы понимать, как я смотрю на происходящее. В Дагестане могут лишиться работы более трех тысяч человек. По данным Министерства труда и социального развития республики, уже 83 предприятия заявили о том, что не смогут содержать часть работников. В большинстве своем риск увольнения грозит сотрудникам заводов. В частности, это Дагдизель, Каспийский завод точной механики, организации Дагестан Стеклотара и Дагфос, а также другие крупные компании. В связи с распространением коронавирусной инфекции, на некоторых предприятиях республики введены режимы неполной занятости или простоя. Минтрут сообщает, что прорабатывается вопрос об их участии в антикризисных мероприятиях за счет средств федерального и регионального бюджетов. Предприятия смогут получить финансовую поддержку для сохранения сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Общий объем средств, предусмотренных на эти цели, пока неизвестен. Несмотря на режим самоизоляции, есть сферы экономики, которые просто не могут приостановить свою работу в силу специфики. Одной из таких ключевых сфер экономики является сельское хозяйство. В эти дни сельские труженики активно занимаются весенними полевыми работами, обрабатывают земли, ведут сев сельхозкультуру, сажают сады и виноградники, трудятся на животноводческих фермах, закладывая основу под новый урожай. Подробнее об этом Луиза Раджабова. Сегодня в фермерском хозяйстве приступили к посеву люцерны на площади 40 гектаров. По словам фермеров, это перспективный для нашего региона сорт. При организации искусственного полива с одного гектара пашни возможно получить от 10 до 15 тонн сена. Планируем эти гектары увеличить, но данный участок, площадь здесь 40 гектаров. И сорт очень хороший, новый сорт прогрессивный, такой интенсивный, люцерный, с микрообработкой, которая дает за год можно получить 5-6 укосов. У него технология такая, что она начинает работать плюс 5 градусов, то есть по нашим условиям центрального Дагестана с апреля месяца начинает работать, и до ноября, если вот такие, как в этом году погода будет, она даст, надеюсь, 5, даже может 6 укосов. Уважаемые наши сельхознавропроизводители, у нас очень сложная эпидемиологическая обстановка и в республике, и в стране, и в мире, поэтому от нас с вами зависит продовольственная безопасность. Большая поздно, давайте вместе с вами, нашим трудом, обеспечим стране продукты, обеспечим стране продовольственную безопасность. Отдельно хотел бы обратиться к жителям сел. У нас у всех есть придомовые и приусадебные участки. Давайте их обрабатывать и давайте с пользой проведем время самоизоляции. Около 11 гектаров отведут под сорт Молдова. При обетеносаженцы в нашей республике в работе задействована техника. Посадку виноградников проводят под гидробор. Новая плантация оборудует система капельного орошения. К работе привлечены более десятка рабочих. В планах тружеников ежедневно закладывать 3 гектара в день. Сегодня мы собрались здесь на посадку виноградника в сорт Молдовы. Здесь у нас 10 гектаров земли. И, иншаллах, погода нормальная будет, за 10 дней исправимся. Важно отметить, что по своей структуре аграрный сектор Дагестана отличается преобладанием личных подсобных хозяйств населения численностью более 440 тысяч хозяйств, которые производят около 80% производимой сельхозпродукции, которые не раз доказывали, что в состоянии решить самые сложные задачи. Луиза Раджабова, Мурат Бекбарзов, Новости Нантека, Рабутахкенский район. Школьники вышли с каникул, но в школу не пошли. Весь месяц их ждут уроки онлайн. Учителя подготовились к дистанционным занятиям, но многие родители к такому развитию событий готовы не были. Как оценивают новую систему обучения родители и преподаватели, смотрите в сюжете Хадижи Курбановой. Уроки без звонка и соседа по партии теперь в роли школы для учеников не второй дом, а первый. Занятия проводятся в режиме онлайн. Ученики с учителями связываются по электронным каналам связи. Площадок для этого в интернете немало, однако большинство из них перегружено, поэтому многие пришли на обучение по WhatsApp или через Skype. Мы связались с учителями, и вот что они думают по этому поводу. Больше времени занимает, я бы так сказал. Учитель сам должен больше работать индивидуально с каждым учеником. Дело в том, что когда индивидуально работать с каждым учеником, он как-то раскрепляется. У него такого не бывает в классе. В классе он как-то сжат, неудобно ему. Поэтому когда ошибается, неудобно перед одноклассником, а у вас здесь, когда лично с ним работаешь, лично с ним работает, такие вот не возникают сложности. Перейти на новый формат обучения ученикам младших классов немного тяжелее. Ведь находясь в домашней обстановке, им приходится делать уроки. А находясь дома, они хотят поиграться, полежать, выйти на улицу. То есть нет у них осознанного подхода к обучению. В этот момент как раз таки им нужна родительская помощь. Но не все родители готовы оказать необходимую детям помощь. Многие считают, что на их долю и так выпало немало забот. В семье, где детей больше одного, а телефон всего один, да и тот у мамы, которая вдобавок ко всему приходится еще и работать, обучаться попросту невозможно. Для меня очень сложно. Мы не готовы идти технически. Нет высокоскоростного интернета. Телефон один на двоих. То есть время совпадает. В 9 часов начинаются уроки у обоих. Один садится за уроки, а второй нет возможности, потому что нет телефона. Как вы себе представляете физкультуру в однокомнатной квартире? Что должен ребенок делать? Ну, я не знаю. Это очень сложно все. Жалко детей, и учителей, и родителей. Я категорически против этого. Есть и те, кто нашел в этом хороший шанс освежить память и заняться изучением школьной программы вместе со своим ребенком. Когда общаешься со своим ребенком в этот период, так сказать, такой изоляции, вы рядом, вы дома, вы в квартире, как-то он больше под контролем, больше под контролем учебный вот этот процесс. Ну, в принципе, так и должно всегда, вне зависимости от этой изоляции, даже когда он ходит в школу. Если технически все откинут, вот эти проблемы, вот эта вот образовательная платформа, у нас Я-класс, она очень классная. И когда мы пойдем в школу уже, я думаю, что мы продолжим обучение вот на Я-классе. Мнений много, но между тем, учеба в таком формате предстоит ученикам как минимум в течение месяца. Поэтому Министерство образования Дагестана призывает родителей отнестись с пониманием к принятым вынужденным мерам и сделать все возможное, чтобы не допустить срыва учебного процесса в непростое время. Предстоящие практика и сессия для студентов ДГУ пройдут дистанционно. С 6 по 30 апреля все учебные практики Дагестанского государственного университета проводятся в дистанционном режиме. В таком же формате будет проходить и засчетно-экзаменационная сессия для выпускных курсов, которая стартует уже 26 апреля. В том числе повторно-промежуточная аттестация. Дисциплины, которые невозможно изучить в дистанционном формате, будут перенесены на следующий учебный год, за исключением выпускных курсов. Не отменят также госэкзамены и защиту дипломов. Их тоже, возможно, проведут в дистанционном режиме. Об этом заявил глава Миноборнауки России. Он пояснил, что большинство экзаменов можно организовать онлайн, в связи с чем отменять их нет необходимости. Кроме того, министр подчеркнул, что в ведомстве прорабатываются вопросы возможной отсрочки оплаты обучения для студентов российских вузов. А тем временем служба продолжается. Более 4 тысяч дагестанцев отправиться в армию этой весной. Об этом сообщил военком республики. Количество призывников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1200 человек. Так, в федеральную службу войск нацгвардии пойдут 250 человек. В сухопутные войска около 2700. Впервые за 10 лет военкомату нашей республики дано задание для доукомплектования военно-воздушных войск. Туда отправятся 120 новобранцев. Также отмечается, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией каждый призывник пройдет тестирование на наличие инфекции и будет обеспечен необходимыми средствами защиты. Ватсап для борьбы с фейками про коронавирус ограничил пересылку сообщений. Это касается часто пересылаемых смс. Теперь их можно будет отправить только в один чат за раз. В связи с распространением COVID-19 количество пересылаемых сообщений в мессенджерах сильно увеличилось. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации, которая в условиях самоизоляции может навредить множеству людей. Компания также добавила возможность сообщать о возможных вымыслах, ложных новостях и слухах в специальный информационный центр Ватсап. Постепенно дагестанцы учатся жить в новой реальности. Медики настоятельно не рекомендуют выходить из дома без необходимости, чтобы не заболеть самому и не стать невольным распространителем инфекции. Для многих офис, ресторан, кинотеатр и даже место для прогулки находится теперь в пределах собственного дома. О том, как провести это время с пользой и почему не нужно паниковать, узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Никаких коллег и руководства рядом. Место рабочего ПК теперь личное. Впечатление, конечно, замечательное. Никуда не нужно спешить, никуда не нужно собираться. Фактически получается маленький отпуск. Минус здесь один. Из дома не рекомендуется выходить вообще. Как показал проведенный нами в соцсетях опрос. В основном, находясь дома, дагестанцы посвящают время семье, учебе и генеральной уборке. Ведь на дворе весна, а значит самое время помыть окна, сменить шторы и, возможно, даже сделать косметический ремонт. На карантин сидим дома. У меня появилась возможность наконец-то сделать свой ремонт. Я решила занять себя чем-то полезным. И все же многие в самоизоляции находят время, чтобы не только переделать все домашние дела, но и расслабиться, посвятить себя наконец какому-нибудь хобби. Так, например, стоматолог-блогер Али Байрамбеков, находясь дома, уделяет время своему увлечению стрельбе из лука. Конечно, руки чешутся, хочется пару зубов удалить. Очень соскучился по работе, как и все, я думаю. Максимум нужно выгоду извлекать из любой ситуации. Да, мы находимся много времени дома и, скорее всего, это плюс, потому что ты много находишься с родственниками, с родителями, то есть обсуждаешь семейные темы, которые раньше не обсуждал. Копаешься в огороде, у кого частный дом, вообще кайф, я считаю. Выделяешь время для своего хобби. Хорошее настроение также создают вкусная еда, физические упражнения и любимые композиции. Так, исполнитель Нашидов Хадис Сабиев решил порадовать своих соседей мусульманскими песнопениями прямо с балкона собственной квартиры. Нашид содержит слова поминания Всевышнего, побуждающие благодеянию и терпению. Очевидцы сняли это выступление на видео и разместили в соцсетях. Хадис считает, что тех, кто сейчас сидит дома, это поддерживает. Кстати, сам Сабиев, помимо любимого дела, занят и тем, что позволяет поддерживать себя в форме. Когда мы уже поняли, что такое может быть, мы домой купили беговую дорогу, утром, вечером делаем пробежки. Нас спасет вера. Верьте в Аллаха, уповайте на него, помогайте друг другу, родственники, звоните друг другу, у кого есть возможность, спросите, какая вам помощь нужна. Нам сейчас недостаточно определенного оптимизма. Карантин – время для саморазвития. Многие люди, находясь на самоизоляции, начинают совершенствовать свои навыки. Визажисты, к примеру, оттачивают мастерство владений кисточкой для макияжа. Режима самоизоляции из-за коронавируса не избежали и спортсмены. Профессиональные борцы, гимнасты и прочие мастера силовых приемов вынуждены сидеть по домам. Однако не прекращают тренировок, периодически отчитываясь о них в инстаграме. Чтобы за время карантина не потерять форму, мастер джиу-джитсу Марко Машадо призывает следовать их к примеру. Даже если последний раз цветные карандаши выдержали на уроке рисования в школе, то попробуйте, хотя бы в терапевтических целях. Начать можно с раскрашивания. Занятие весьма медитативное и поможет отвлечься от тревожных мыслей. Безделье – одна из причин тревоги и депрессии, предупреждают психологи. В период самоизоляции врачи советуют вспомнить о забытых хобби и обучиться чему-то новому. Занять себя и своих близких какой-то полезной деятельностью. Сейчас в сети появляется много предложений о каких-то курсах, о курсах изучения языков, о курсах навыков рукоделия и тому подобное. Все-таки у изоляции нашлись очевидные плюсы. Время будто бы побежало чуть медленнее, некуда торопиться и есть возможность подумать, как и чем жить дальше, когда все это наконец закончится. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Как будут производиться выплаты по безработице и другие социальные выплаты? Кому положена гуманитарная помощь и как ее получить? Ответы на эти и другие актуальные вопросы можно получить в колл-центре Минтруда Дагестана. Свою работу информационный штаб начал совсем недавно, но специалисты уже успели принять больше тысячи звонков. Колл-центр Министерства отгуда и социального развития Республики Дагестан. Алло, здравствуйте, слушаю вас. На фоне кризиса из-за пандемии возникло множество социальных проблем. В основном жители городов и районов Республики интересуются размером пособия по безработице и методом его начисления. Сулейман Керимов помогает Дагестану. По инициативе сенаторов Дербент прибыли машины с лекарствами, медоборудованием и защитными средствами. Стоимость закупленных товаров превышает полтора миллиарда рублей. Часть оборудования была приобретена за рубежом. Оплату таможенных пошлин всей логистики также взял на себя Керимов. Подробнее о драгоценном Грузии. По тематам Ханапова. Список приобретенных медицинских товаров обширный. От аппаратов в искусстве до вентиляции легких, до обеззараживателей воздуха. Инициатором закупки и ее спонсором выступил Сулейман Керимов. На оборудование и лекарственные препараты ушло более полутора миллиардов рублей. Первая часть необходимого для борьбы с коронавирусом товара уже прибыла в Дербент. На самом деле ситуация с коронавирусной инфекцией оказалась неожиданной не только для всего мира, но и для, в частности, Дербента, Дагестана. Без этой помощи, я не знаю, как бы мы действовали дальше, потому что средства не были предусмотрены, потому что мы, как бы скажем, не планировали расходы. Какие-то запасы у нас, конечно, есть, но абсолютно они бы не хотели. И если бы этого не поступило, на самом деле мы бы не знали, как поступить. Я еще раз выражаю благодарность этим великим людям, которые, значит, помогают родному Дагестану. Пусть Всевышний зачтет им эту помощь. Мы, со своей стороны, это будем использовать, естественно, по назначению. Кроме того, заметную финансовую помощь в закупке и отправке жизни на важного для Дагестана груза оказал и предприниматель Магомед Вичедов. Он потратил на эти цели более 40 миллионов рублей. По словам главы Дербента Хизрия Бакарова, вместе с главврачом они решат, что в первую очередь нужно для Дербентской больницы, а остальное затем направят в Махачкалу. Я хочу сказать Сульману Киримову большое спасибо. Также хочу большое спасибо сказать Вичедову Магомеду, который со своей группой организовал погрузку. Сам тоже вложил более 40 миллионов рублей. Также хочу сказать большое спасибо Вадиму Абдуалевичу, который от начала до конца контролирует этот процесс и говорит, что все, что Сульману помогает, оно должно доходить именно нуждающимся. В первую очередь и в той больнице, где она нужна. Пока с товаром прибыли два грузовых машины. Там в основном медицинское оборудование и лекарства. В ближайшее время планируется на самолете доставка масок и вспомогательного материала. Кроме того, расходы на установку аппарата в обучении персонала также взял на себя Сулейман Киримов. По теме от Ханапова, Дауд Гасанова, Новости ННТ, Дербент. Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса. Информацию подтвердил президент промоушена, Дан Уайт. По его словам, ему позвонили люди самого высокого уровня и попросили не участвовать в организации мероприятий. Изначально главным поединком турнира должен был стать бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Из-за ограничений, связанных с перелетами, неопределенной позицией UFC относительно места проведения турнира, россиянин вынужден был отказаться от участия в нем. Бой был перенесен, а Нурмагомедову нашли замену в лице Джастина Гэджи. Ранее президент UFC обещал, во что бы то ни стало, провести турнир 249 и заверял, что нашел для этого подходящее место. Турнир должен был пройти без зрителей, а его телетрансляцию можно было бы посмотреть только по платной подписке. Но, видимо, и этот вариант не нашел отклика со стороны властей США. Поэтому UFC 249, а также ближайшие турниры самой престижной организации смешанных единоборств. К сожалению, фанатов отменены. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова